Всем привет, вы на канале Otsy Black, меня зовут Полина и сегодня мы сделаем макияж с помощью продуктов из Project Pen Накрасимся, поболтаем, поговорим о наболевшем В общем, просто такая болталка-собиралка, которую можно поставить на задний фон Также у меня есть отдельный плейлист с Project Pen за этот год и за предыдущий Поэтому подписывайтесь на мой YouTube канал, также подписывайтесь на мой Telegram канал, чтобы нам не потеряться и остаться на связи Там я делюсь своей жизнью, обзорами тоже на косметику, всякими промо-кодиками, ну в общем, там тоже интересно И приятного вам просмотра И первым делом я хочу взять Maybelline, вот этот консилер Super Stay Я уже вынула отсюда ограничитель и тут осталось буквально немножко, я думаю В принципе, вот я сейчас просвечиваю, тут реально на самом дне, докуда не достает аппликатор И вот здесь, вот где был ограничитель, но оттуда тоже особо не выковыришь ничего Ну в общем, я думаю, что до конца месяца, в принципе, этот продукт должен закончиться Потому что особо-то выковыривать что-то там не смысл, потому что продукт нормальный, но не прям вау И замазываю все свои синяки, все свои покраснения Консилер сам по себе неплохой, но он может спокойно подчеркивать шелушение На воспалениях он может выглядеть не очень хорошим образом Но зависит от ситуации, конечно же Я нанесла SPF, поэтому я вся такая блестящая И сейчас мы немножко как раз-таки заматируемся с помощью этого консилера Он такой полуматовый и, конечно, там, по-моему, спирт в составе По крайней мере, он и пахнет спиртом И в целом я чувствую, что в некоторых местах он мне немножко так подщипывает Потому что я сейчас начала лечение от акне Пока что мне выписали только наружную терапию Типа дифирин, по-моему, гель называется Или как-то так И я пока что просто мажу воспаление Если не будет улучшения, то будем смотреть Может быть, придется пересаживаться на ретиноиды Ну, в общем, посмотрим, что будет дальше Но пока что эффекта от этой мази я особо не вижу Меня это очень сильно расстраивает Это, кстати, одна из причин, почему я особо часто ролики не снимаю Потому что у меня часто бывают какие-то воспаления Они выглядят очень ужасно Они какие-нибудь большие И я не могу воспринимать себя с ними Не могу сниматься с ними Потому что это выглядит ужасно Я в целом-то даже, когда у меня более-менее нормальная кожа Не всегда могу себя видеть на камере адекватно Потому что мне абсолютно не нравится, как я на ней выгляжу А уж когда огромные прыщи на все лицо Ну, блин, так тем более Вообще удивлена, что я начала снимать видосы когда-то Потому что когда-то, год назад Кстати, каналу год за этот год У меня набралось 1800 подписчиков, по-моему И, конечно, я надеялась, что будет побольше Но в целом, когда был стукнул год к каналу У меня было где-то 1500 подписчиков Я немножко расстроилась из-за этого Потому что я хотела, чтобы у меня канал рос как-то получше И в целом, не знаю Я надеялась на какие-то большие успехи Но я не то, чтобы сильно на это надеялась Но мне хотелось в это верить Но имеем, что имеем Это уже, конечно, неплохо Но, тем не менее, YouTube Как бы непонятно, что с ним будет дальше И меня, конечно, это очень сильно расстраивает Потому что пока что это единственное увлечение Которое у меня реально есть Это косметика Все остальное меня особо не интересует У меня нет каких-то хобби У меня нет каких-то суперинтересов Вот YouTube канал Это единственный мой интерес Конечно, мне очень из-за этого грустно Что, возможно, все то, что я делала Старалась, вкладывалась Это все просто уйдет в непонятно куда Следующим этапом возьму 8 пептидов Вот и на Сейчас тут будет просто художественная арт-терапия Первый тональный Он, как вы видите, мне очень темный Второй этап Это Fenty Beauty Очень светлый тональный С желтым подтоном Тоже одна капелька Убираем Третий тональный Это Seventeen Time Plus Он хороший по подтону, по оттенку Но он такой плотненький И в одиночку мне не очень нравится Как он лежит на лице Он может немножко подчеркивать сухость какую-то Но в самом неплохой Это Parklin номер 1 И вот такое вот месиво Мы замешиваем на руке Чтобы, собственно, как-то подогнать под мой потон И под мой цвет лица Все хорошенечко перемешиваю И наношу Получается средний по плотности тональный крем Не слишком жидкий, не слишком матовый Ну, в общем, получается какая-то такая золотая середина И по покрытию он средний Что меня, в принципе, вполне себе устраивает На каких-то зонах он выглядит в течение дня хуже На каких-то выглядит лучше Но в целом у меня нет такого, чтобы все тональные как-то хорошо лежали То есть большинство тонов на мне смотрится либо очень плохо Либо нормально Но типа могло бы быть и лучше Когда я смотрю на других людей У них все обычно просто идеально лежит У меня не так Я не знаю, что с этим делать Не знаю, как с этим бороться Конечно, одна проблема – это воспаление Потому что на воспалениях никогда не будет все хорошо выглядеть Потому что они там то объемные, то шелшащиеся, то еще что-нибудь И, понятное дело, ну, как бы ты не пытался перекрыть тональным прыщи Все равно они будут видны хоть как И это очень грустно Потому что мне, блин, 23 года И прыщи как были со мной всю жизнь Так они и остаются И никуда уходить не собираются Меня это очень сильно расстраивает Но справедливости ради Я никогда до этого момента не была у терматолога Как-то у меня в семье вообще не принято особо ходить по врачам Я не знаю, что я в детстве никогда ко врачам не ходила Я никогда не болела И никогда не ходила ко врачам Что вот сейчас во взрослом возрасте Я понятия не имею, как работают вот эти все клиники Как в них записываться Как туда попадать Что надо делать Прикреплена я, не прикреплена к какой-то клинике Я вообще не знаю Я даже не знаю, что это вообще должно значить Ну то есть для меня в целом вот эта вся больничная тема Это как-то максимально страшно, непонятно И я не хочу в нее суваться Хотя уже пора Потому что я уже тетя старая Прыщи никуда не уходят Надо что-то с этим делать Ну и вот, собственно, я сходила в первую жизнь к дерматологу И, как я уже сказала ранее, у нее выписали Как раз таки мазь от воспалений И какое-то там, что-то там с цинком связанное Не помню что Вот, и все И отправили к эндокринологу Но к эндокринологу я еще так и не попала Короче, да, бабки на разговоры Тональный мы нанесли Перейду теперь к бровям Это помадка от Catrice Она состоит из двух частей И одна часть не подходит Более светлая Вторая более темная Мне, соответственно, не подходит Но я покрасилась недавно в рыжий И я вообще не уверена, что мне этот оттенок подойдет Потому что я его не использовала в последнее время Сейчас, когда у меня вот эта тема с воспалениями Она постоянно, так скажем, в моей голове Я стала замечать, насколько это круто Иметь красивую, нормальную кожу Без прыщей, безо всего Как-то раньше я на это особо не обращала внимания А сейчас у меня фокус внимания очень переместился И вообще Я для себя осознала такую вещь Что я, в принципе, не знаю И не понимаю, как можно встать с утра Умыться и пойти по своим делам Вот в прямом смысле я не понимаю У меня такого никогда не было И я не уверена, что когда-то такое будет Что тебе не нужно, типа, краситься Еще что-то Для меня это супер странно Я, ну, я знала, что люди так живут, да Я не совсем отбитая Но именно понимание того факта Что человек может реально встать Умыться и пойти по своим делам Я не знаю, как так жить Потому что я себе такого позволить не могу Мне обязательно нужно встать Накраситься Очень хорошо накраситься Забетонироваться И только тогда я могу выйти уже куда-либо Там, не важно В магазин, не в магазин На мусорку В общем, куда угодно И я в таком темпе живу Лет с 13, наверное, 14 Ну, то есть того факта, чтобы я пошла Не накрасившись куда-то У меня такого нет И в последнее время я как-то Не то чтобы пытаюсь с этим бороться Нет, не пытаюсь Мне абсолютно не нравится, как я выгляжу без макияжа Я не могу без него выйти на улицу куда-то Ну, мне просто некомфортно Я понимаю, что всем людям плевать на меня Я это прекрасно понимаю Но мне просто некомфортно И я не могу себе этого позволить Морально взять и куда-то выйти без макияжа Я буду чувствовать себя как кусок говна Ну, я понимаю, что это ненормально Но в целом Просто вот осознание того факта Что кто-то живет по-другому Меня немножко так удивило Ну, не удивило Но как-то я об этом задумалась более детально В общем, да Такие вот Такая вот тема Ну, конечно, это все комплексы Это все вот эта вот херня Все вот эти тараканы в голове Я все это прекрасно понимаю И, наверное, с этим нужно как-то бороться И вообще косметика помогает мне очень сильно Потому что с утра, когда я крашусь Я очень сильно успокаиваюсь Моя нервная система настраивается на этот день Мне обязательно нужно встать Налить кофе себе И начать краситься При этом не спеша То есть вот этот вот макияж за 15 минут Это вообще не моя тема Я всегда крашусь где-то в районе часа-полутора И параллельно я пью кофе с утра И как бы настраиваюсь на этот день Медитирую, можно сказать Кто-то там йогой занимается Еще чем-то Я вот крашусь И для меня это прям сеанс расслабления Если я не могу в спокойном темпе накраситься У меня уже этот день идет на смарку Потому что я уже вся злая Я уже вся какая-то нервная, дерганая и так далее И короче, да У меня есть, наверное, какая-то зависимость от макияжа От косметики в целом Но в то же время это мой какой-то метод расслабления Наверное, это не очень плохо Ну и не очень хорошо Кстати, беру я от Benefit, по-моему Да, фиксатор для бровей Я бы не сказала, что он супер-классный У меня просто закончились фиксаторы для бровей Которые были в проекте Я взяла вот этот Он у меня уже давненько лежит И нужно его использовать, пока он не испортился Я бы не сказала, что он супер-круто фиксирует как-то брови Мне кажется, что в целом Бюджетные аналоги сейчас действуют точно так же Наверное, весь прикол здесь в какой-то щеточке Но я бы не сказала, что мне эта щетка очень нравится Поэтому, не знаю Я что-то не поняла прикола с этим фиксатором для бровей Но он типа норм Но ничего, вау Эффекта я не вижу Теперь я беру скульптор от Небледная В оттенке Скальпти Но он один-единственный Это один из моих самых любимых скульпторов И наношу его, собственно, на лицо Очень он мне нравится Использую практически каждый день Ну и в целом очень довольный Единственное, сейчас у меня от Love Generation В активном использовании Ищу скульптор Потому что там крышечка сломалась И нужно его использовать почаще Чтобы он просто не пересох И с ним ничего не случилось Поэтому этот у меня немножко отошел на задний план Но тоже стараюсь им пользоваться Потому что не хочется, что он тоже испортился Или еще что-то Потому что ему уже, по-моему, около года по времени И это не маленький срок для жидкого продукта И нужно как-то заканчивать его Я надеюсь, когда я вылечу свою кожу Что она меня будет устраивать И я хотя бы буду поменьше использовать тональных средств Вот этого всего Потому что меня, правда, уже в последнее время задалбливает Вся вот эта тема с тональными Что они как-то плохо ложатся на мое лицо Что они местами там нормально лежат Местами ненормально лежат И вот это все ты целый день переживаешь о том Что у тебя как-то что-то поедет Куда-то провалится Еще что-то Ну, в общем, меня это немножко бесит И надеюсь, что я смогу вылечить уже наконец-то дурацкую кожу И она станет хотя бы более-менее ровной Но у меня, конечно, пустакно Поэтому идеальной кожи все равно уже никогда не будет Только если там, может, лазерную шлифовку делать все дела Но не знаю Я просто приняла тот факт, что любое мое изменение Во внешности, оно меня никогда не будет устраивать Ну, на сто процентов Потому что все, что я сделаю со своей внешностью Оно в итоге не получается так, как я хочу изначально Все равно все идет не так Все равно не получается Либо ничего, либо особо лучше не становится Допустим, я носила брекеты три года Три года я прям страдала Особенно последние полгода мне дались очень тяжело Потому что каждый раз на прием Ну, каждый месяц я приходила к своему ортодонту Говорила, что мне не нравятся там условно где-то 4-5 зубов Что они кривые, они откровенно кривые То есть они прям выбиваются из зубного ряда Я просила ее это как-то подкорректировать Она корректировала У меня очень сильно болели зубы из-за брекетов В последние полгода Я прям... Даже первое время у меня не настолько сильно болели зубы Как в последние месяцы носки брекетов И каждый месяц я приходила Каждый месяц мне смотрели что-то Пытались скорректировать эти зубы кривые Которые мне не устраивали И все равно ничего не вышло Типа я полгода слушала каждый месяц о том Что мне пора снимать брекеты Мне пора снимать брекеты А я понимаю, что результат говно Что типа вот несколько зубов Они ужасно выглядят Да, это намного лучше, чем было до Но это не идеальный вариант, который я хотела И в итоге получилось так Что прошло 3 года Я сняла эти уже брекеты Потому что не могла уже терпеть эту боль Что не было результата того, который я хотела Ну и в итоге я просто сняла уже эти брекеты Все равно врач на этом как бы настаивала, можно сказать И я сняла эти брекеты И просто выходила из кабинета И плакала, потому что я понимала, что зубы у меня кривые И 3 года, что я носила брекеты Просто ушли в никуда Ну просто было потрачено уже очень много денег Моих моральных сил, моих эмоций было много потрачено Было очень много боли И я понимала, что я уже не выдерживаю это всего И все, короче Я сняла эти брекеты Я очень сильно расстроилась И... В общем, да Уже прошел год До сих пор меня эта ситуация не оставляет Я до сих пор расстраивалась из-за этого И... Мне немножко грустно Беру вот эту базу от Wet n Wild И наношу ее на глаза База у меня не в проекте Project Pen Но просто я ее активно использую Я знаю, что здесь осталось не так уж и много ее И наношу на веки Распределяю База неплохая, но мне кажется, она тоже уже начинает немножко так портиться Потому что как будто бы иногда мне стало пощипывать глаза от нее Но может быть это как бы не совсем как-то с ней связано Не знаю Но что-то периодически у меня бывает такое Что я нанесла на веки Они немножко так это Неприятненько зудят Но это буквально пару секунд Потом это проходит, к счастью Но странно Здесь осталось вот на самом деле Это вот столько где-то Ну то есть вот Крайшек Так что я думаю, что до конца года я ее, скорее всего, просто закончу и все Знаю, что они перевыпустили эту базу Но новую я еще не пробовала У меня базы и так достаточно много в запасах Поэтому пока что с Wet n Wild оставлю эту тему И не буду пока что покупать вот новую версию В качестве палетки у меня от Revolution Вот такая штука Такой Frankenstein Это Reloaded Типа сульбкультура Я не знаю, почему я ее купила Ну нет, знаю Изумарина Лакшас Потому что она супер любит вот эту вот гамму сульбкультуры А я тогда, ну это была одна из моих первых палеточек Я вообще не понимала по цветовым гаммам Что мне подходит, что мне не подходит И я решила взять вот эту палетку Потому что она была тогда на пике популярности Возможно, вы помните, сколько много обзоров было на нее Вообще на бренде Майка Прибалюшин Вот, и я ее тогда взяла И, в принципе, я была ей довольна Ну, как вы видите, тут даже дыра есть И вот сейчас я стараюсь ее как-то заканчивать Ну, относительно Вот эти все зеленые оттенки Они мне вообще не подходят Они не очень темные Очень такие грязные И мне, ну, это выглядит плохо Охровые тоже, мне кажется, не особо идут Я здесь вот пользуюсь только тем, в чем есть дырочка Такие более нейтральные, универсальные оттеночки И возьму сейчас какую-нибудь кисть Возьму Китти от Небледная Новенькая моя кисточка И нанесу вот этот закрепляющий оттеночек светленький Давненько я не доставала эту палетку, скажу честно Несмотря на то, что она у меня в Project Pen Я ей вообще не пользуюсь сейчас Хотя в начале года я ее использовала суперактивно И большинство вот этих дырочек я проделала в начале года Либо просто увеличила вот эти донышки Сейчас как-то у меня появилось много всего нового И нет желания пользоваться этой палеткой Плюс сейчас лето, мне кажется, у меня просто еще такое настроение Больше игривое, что ли, более яркое, чем вот эта палетка А эта палетка все-таки какая-то такая депрессивненькая немножко И, наверное, осенью она мне хорошо зайдет Так, нанесла вот этот закрепляющий оттеночек И возьму, наверное, вот этот персиковый оттенок Тоже нанесу на века На самом деле я довольна этой палеткой Особенно для того времени она стоила что-то 300 рублей Может 400 рублей Ну, в общем, она стоила дешево И для того времени очень даже качественная палетка Даже сейчас ей достаточно легко работать Особых проблем она не приносит Легко все тушуется Ну, не знаю И по пигментации тоже вполне себе неплохо Но сейчас как-то бренд Makeup Revolution Мне кажется, потерял свою популярность У них вроде и качество тени, насколько я знаю, ухудшилось Ну и как-то для меня ничего интересного они не выпускали в последнее время Хотя этот бренд я, в принципе, очень долгое время любила Мне очень нравились всякие новиночки, которые у них выходили Но сейчас что-то я вообще не слежу за ними У меня есть три палетки, по-моему, от этого бренда Одна в коллаборации с Corpse Bride Это мультик Тима Бёртона Вторая это с Sofix коллаборации И третья это вот эта палеточка В целом, люблю этот бренд все-таки До сих пор у меня теплится надежда на то, что появится что-нибудь такое интересное Особенно в коллаборации с кем-нибудь Кто мне интересен, там, сериал какой-нибудь, либо еще что-то Но пока что ничего такого не выходило Кроме вот той палетки, которая у меня уже есть Вот так коллекция меня прямо интересовала А все остальное, ну, что-то не особо сильно Хочу немножко подуглубить вот эти оттеночки Возьму вот эту кисть Тоже вот не бледная, но не знаю, как она называется Бочоночек И нанесу вот этот коричневый оттеночек Который у меня тоже есть углубление уже И в уголочек Ну, такие матовые, на каждый день чисто Лежит дневной макияжик, почему бы и нет Ну, теплого больше макияжа Не знаю Нормальная палетка, просто что-то как-то В последнее время вообще не тянется к ней рука Как-то она мне поднадоела, может быть Не знаю В чем причина Ну, в общем, я вам понылась по поводу кожи По поводу зубов По поводу всего на свете уже понылась И как-то, да Как-то это все грустно, в общем-то Все вот эти изменения, которых не происходит Я все жду момента, когда я стану из гадкого утенка красивой Молодой девушкой Ну, что-то как-то По-моему, я только Становлюсь все хуже и хуже А лет мне уже немало Так что, да Это немножко меня расстраивает Ну, что поделать Во всяком случае, надеюсь, что у меня Хотя бы получится вылечить кожу И она станет хоть более-менее ровной Я очень на это надеюсь Потому что я уже очень сильно морально устала Вот, то всего Этих бесконечных всяких баночек, скляночек От прыщей На каждую ты надеешься Вот, вдруг это мне поможет Но оно мне не помогает Ты вроде пытаешься что-то там правильно питаться Все дела Но тебе это тоже не помогает Я отказывалась от молочки Мне это вроде помогало Но потом это не помогало В общем, особо это на самом деле не влияло Конечно, есть продукты, которые провоцируют воспаление Типа моих любимых чипсиков Но в остальном Не знаю В общем Ладно Закроем уже эту тему Просто Я надеюсь, что мне это все дело поможет И будут какие-то улучшения Вообще сейчас какая-то черная полоса в жизни началась Не то, чтобы она когда-то заканчивалась Но такое ощущение, что сейчас все стало намного хуже Чем было раньше Началось все с того, что у меня умерла кошка В почти где-то 20 лет ей было Может быть и больше было на самом деле И где-то в районе 15 лет она прожила в моей семье В последние годы она жила на даче с бабушкой, с дедушкой Вот, и в общем-то она умерла И это очень грустно Потом заболела другая кошка Которая уже из семьи моего парня Которую мы будем лечить Потом начались проблемы моей кошки Мини И она начала Очень много ходить в туалет Не есть и все прочее И меня это сильно напугало Но вроде сегодня ей стало намного лучше Скорее всего ей не подошел корм Ну короче Это просто какой-то кошмар И как будто каждый день Какие-то все новости все лучше и лучше Я уже молчу про то, что Ютуб Видимо скоро отъедет И вот это все Единственное, что мне приносило радость Единственное, что мне приносило какой-то интерес Это тоже скоро, скорее всего, отъедет И я такая, класс Спасибо, очень классно В общем-то да Это все очень сильно расстраивает Дезморалит Какой-то сегодня видос В общем максимально грустный Пришла помыть Всем настроение испортить Как говорится, да Ну такое Надеюсь, что никому его не испорчу Но правда захотелось немножко поболтать Как-то пооткровенничать, так скажем Потому что все очень как-то грустно Хочется этим поделиться Пообщаться чуть-чуть Вот Ну в общем-то тени я нанесла Давайте перейдем к уже другой палеточке Вот это самонаборная палетка Где у меня лежат берновичи И из берновичей я сейчас думаю Под вот такой рыженький макияж Конечно же лучше всего подойдет Вот эта вот рыжая зеленая сияшечка Очень классная Я в последнее время ее частенько использую Потому что она прикольная Она подходит подо все В принципе под мои вот эти Рыженькие макияжики И под рыжий цвет волос Вообще супер Особенно меня радует у берновичей Что не нужна никакая Ни подложка, ничего Все просто легко наносится Пальчиком тык-тык-тык И готово Идеально Сейчас возьму маленькую кисточку И подправлю немножко форму И на нижнее веко тоже нанесу Этот же оттеночек Вообще люблю такие однушки Которые классные и сияющие Но блин Мне так сложно пользоваться однушками Они Поскольку они однушки Все-таки Они лежат в отдельной палетке И в целом рука тянется не очень часто Хочется пользоваться моим миллионом других палеточек Каждый раз сложно выбирать однушку Когда есть куча палеток В которых тоже куча сияшек И ты вот мечешься между этими всеми палетками Однушками И так далее Поэтому большую коллекцию однушек Я заводить не планирую В целом Не хочу пока что в ближайшее время Покупать однушки Потому что ну блин Что с ними потом делать Они еще в такой огромной громовке всегда В общем не знаю что И как их заканчивать Но блин Это всегда так красиво Очень много красивых Мультихромных, доохромных сияшек Типа у Нуаш вышли Куча там вариантов Которые мне тоже очень нравятся Ну понятно Клеона, не клеона Вот это все Но на это у меня денег нет Так что Какой-нибудь нуаш максимум Вернович все Супердорогие однушки Даже не рассматриваю Потому что я понимаю Что ну все равно Я не буду так часто пользоваться И не очень хочется Тратить столько денег На один рефил Я морально к этому вообще не готова Теперь я беру подводку От Beauty Pump Хочу сделать какую-нибудь стрелочку Посмотрим Что еще можно сделать Может быть нарисовать какой-нибудь Трайбл Не трайбл Не знаю Потому что что-то хочется Вот такое сделать Интересненькое А не знаю чего Ну давайте просто пока что Начнем со стрелочки А там дальше видно будет Подводку эту я очень люблю Потому что она Очень удобная У нее кончик такой тоненький И это все очень прикольно Плюс ко всему Она действительно черная И у меня нет проблем с ней То есть она не залипает Ничего не пропадает Ни сама себя не снимает В общем все идеально Я сделала вот эти Клеопатровые глаза Использовала вот эту подводку От Beauty Pump Я ее очень сильно люблю Она действительно классная И наверное если я найду ее еще Где-то по скидкам Я ее куплю Потому что ну она сейчас вроде бы По распродажам стоит 200 рублей И это вообще супер Офигенная цена За эту подводку С тонким кончиком И плюс сколько месяцев Я уже ей пользуюсь Ничего не засохло Ничего не пересохло Все так же идеально наносится На тени, на сияшки Вообще все супер Не знаю Мне очень сильно понравилось Как и акробат от Vivienne Sabo Вообще очень классные подводки Прям рекомендую Чтобы это не так дико выглядело Нужно нанести на реснички что-нибудь У меня в проекте Project Pen Есть вот эта тушь от Илья Я узнала что она есть сейчас Ну не конкретно одна Это бренд Представлен теперь на Литуале Может быть и до этого был Не знаю Но узнала о том Что он в Литуале есть Только недавно И я бы не сказала Что это какая-то супер классная тушь Да она дает неплохой такой объем Прокрашивание Но в целом Она очень плохо реагирует на воду То есть если что-нибудь в глаз попадет Заслезится глаз Все Хана этому макияжу Все потечет И размажется по всему лицу Я считаю что это очень плохо Тем более тушь Как я понимаю Очень небюджетная будет И смысла тратиться на такую нестойкую вещь Не вижу Еще в целом Бюджетные туши Мне кажется Рулят Потому что ну блин Очень многие дорогие туши Они либо не стойкие абсолютно Либо особо ничего не делают В плане своего эффекта А денег стоит немалых Хотя знаю что Многие покупают Только дорогие туши По своим каким-то соображениям Что типа Наносится состав на глаза Поэтому тушь должна быть дорогой Ну не знаю У меня такого нет Было несколько дорогих тушей И чтобы у меня вдруг появилось желание Потратить еще раз Много денег на эту тушь У меня такого не было То есть у меня от NARS есть От Джеффри Стара От Бенефит Была тушь Не знаю Ни одна тушь Меня не зацепила настолько Чтобы я хотела потратить Опять кучу денег На эту тушь И на самом деле Никогда особо много денег На туши не тратила Они мне все доставались Под каким-нибудь промокодом В наборах Или еще как-то Вот эта тушь Она мне досталась В адвенте От Sephora У них продавались Какие-то наборы Типа Даже это не адвент был Это Постадвент Что-то такое Послепраздничный бокс Как-то так это называлось Но в формате адвента И там Помимо этого средства Был как раз-таки Этот фиксатор От Benefit От Sephora Там была помада Которую я до сих пор Даже не открывала Потому что она красная И я Такие оттенки Избегаю До сих пор В принципе Даже не знаю Где она Если честно Ну в общем Там еще Какие-то средства были Румяшки От Huda Beauty Там были В этом наборе Собственно Из-за румян Из-за фиксатора От Benefit И из-за еще чего-то В этом наборе Я его взяла А вообще Project Pen Я люблю Мне нравится Его вести Мне нравится Что у меня Заканчиваются средства Я закончила Уже Хайлайтер Это знаете ли Стоит дорогого И закончила я его Только благодаря Project Pen Потому что Без него Сто процентов Он бы у меня Еще был Целехонький И даже не приближался Бы к своему завершению Потому что У меня средств Достаточно много В косметичке Особенно там Всяких хайлайтеров И Я понимаю Что Средоточиться На одном продукте Довольно тяжело Когда есть Большое разнообразие И когда нет Какого-то Проекта В котором Ты бы Отслеживал Этот прогресс Но вот Я начала Его вести И Меня это Более чем Устраивает И даже Немножко Странненько Становится Что Продуктов Все меньше И меньше Это интересно Наблюдать Я уже Испачкала Все свои веки Этой тушью У меня всегда С прокрашиванием Нижних ресниц Какие-то проблемы Вот на этом глазу Обычно Все более-менее А вот на этом глазу У меня никогда Нормально не получается Прокрашивать Потому что у меня Вот здесь Какое-то Странное место На глазу Там Ресницы Очень странно Себя вечно ведут И я их не могу Толком прокрасить Они как будто Там более мягкие Чем все остальные Я не знаю Как это объяснить Возьму еще раз Вот эту палетку И бочоночек И нанесу Этот темный оттеночек Темный коричневый На нижнее веко Ну короче Вот так Мы как-нибудь сделаем Может быть Добавить Вот этот Карандашик Неон 605 Оранжевый От Париса Я им пользуюсь Достаточно редко Как видите Он такой ядреный Прям вообще Пресс И попробую Нанести его На слизистую Не знаю Насколько Это хорошая идея Давайте сделаем Почему нет Мне не очень Зашли эти карандаши От Париса Особенно Этот оранжевый Он как-то Кусками Ложится На слизистую И мне не очень Это нравится Но в целом Выглядит прикольно Необычно И достаточно мало Вот таких Планов цветов Можно найти Но по стойкости Мне тоже не очень нравится Потому что Не стойкий продукт Особо Ну по крайней мере Опять таки на мне Но Необычно Прикольно Окей Что еще можно сказать Взяла еще Вот Фэнти Бьюти Вот эти румяшки Они такие Рыженькие Мне очень нравится Этот оттенок И я их Хочу Нанести Потому что Мне кажется Они классно Впишутся В сегодняшний Наш образ Но они такие Не прям рыжие Конечно Но Определенно Рыжий потон У них и есть И он мне Очень сильно нравится И так как Это продукт У меня Из Project Pen То конечно же Мы его используем В этом видео Мне в последние Полгода Больше чем полгода Очень нравится Румяна Я прям Кайфую Их Использую Постоянно Просто В каждом Макияже Без румян Жизнь не мила Хотя раньше Я вообще Ненавидела Румяна Мне они Абсолютно Не нравились Но вот сейчас У меня куча Румян Просто Офигеть Сколько их В моей коллекции Стало С учетом того Что они расходуются Все таки медленно То вообще Я не знаю На сколько лет Мне их хватит Вперед А самая проблема В том Что хочется покупать Новые Все больше и больше Это какой-то Бесконечный Замкнутый круг Когда ты понимаешь Что тебе их нужно Тратить Но в то же время Столько красивых Румяшек выходит И просто Как себя удержать Непонятно Но вообще Я понимаю Что мне нужно Сейчас Как-то Заканчивать С покупочками Потому что Покупок В последнее время Достаточно много Ну как Если сравнивать С прошлым годом Их мало Но если в целом Смотреть на то Сколько денег Уходит у меня На косметику И как часто То конечно Это все равно много У меня уже Стало много косметики И она уже просто Физически никуда Не помещается Меня это уже Начинает бесить Конкретно так Что в мой стол Просто уже Ничего не влезает И каждый раз Ты как в тетрис Играешь Пытаешься Запихать то Что не пихается Никуда И это тоже Раздражает Конечно Я думала над тем Что купить Стол косметический Побольше Но у меня особо Нет места для него И в целом Это если заказывать Стол себе Косметический Дополнительно Еще вот этими Большими столами Косметическими Там с кучей лампочек Кучей ящиков И всего прочего С одной стороны Это моя Наверное детская мечта Купить себе Такой стол Где будет Много-много ящичков В каждом ящичке Еще куча Вот это все Косметики Хочется мне Вот эту Прозрачную Столешницу Чтобы там Прям видно было Мое богатство Палеточек В общем у меня Есть такая мечта Но с реальностью Она не особо Коррелируется Поскольку мне Тупо и поставить Даже стол Этот некуда И он Не дешевый Тем более С прозрачной Столешницей Это нужно Прям делать Под заказ И скорее всего Это выйдет Очень дорого Перейдем теперь К вот этой Палеточке От Beauty Bomb Это из коллекции Dark Academy Мне она очень сильно Понравилась Эта палетка У меня есть вторая Такая в запасе Чтобы вы понимали Насколько она мне понравилась Хотя я особо стараюсь Дубли не покупать Но вот Бывает такое Что продукт Мне прям реально Зашел И я все-таки Беру себе Думболь И вот эта палетка Была не исключением И Набираю себе Скульптор Наношу его И также Румяшки Здесь тоже Оранжевенькие Из этой коллекции Из этой палетки Поэтому они Идеально впишутся В сегодняшний Макияжик Теперь беру Отсюда Румяшки Набираю на кисточку Тоже Одни бледные И я убираю Эту палетку Потому что Хайлайтер Из этой палетки Мне не нравится На лице Мне нравится Только на зоне Декольте Когда он лежит А так Просто На лице Не очень И я беру Свою красотищу От Jeffree Star В оттенке Snowglob Это Хайлайтер Вот такой Красивенький Достаточно Такой базовый И Он Просто Очень красивый Такой блесточный Ну это Такое Прямо Золотишко Золотишко Не все Такое любят Я что-то Нанесла Низковато Но Сиять Так сиять Я до сих пор Мечтаю Об оттенке Crystal Cungquat Это была Лимитка К оранжевой Палетке И Его Мне кажется Уже нереально Достать Он был Какое-то время На зоне Продавался Но Я не уверена Была Что это Оригинал И плюс Стоит он Немало Там Что-то В районе 3000 Он всегда Стоил И мне Было Жалко Денег Я Была Под большим Сомнением Потому что Это Озон Глобал И не уверена Что можно Озон Глобал Доверять Потому что Ну сколько я знаю Там Сложная политика Возвратов Если вдруг Что-то будет Не так И вообще В целом Там Конца и края Не найдешь Короче И я Из-за этого Все переживала Не заказывала И в итоге Дождалась Того факта Что теперь Этот хайлайтер Не в наличии И теперь Я даже так Заказать его Не смогу На авито Его тоже нет Он появляется Крайне редко И Каждый раз Когда он появлялся Я либо Не успевала Его купить Потому что Его перекупали До меня Либо В целом Соло Там Как-то Дорого И я Не покупала За пять тысяч Себе этот хайлайтер Вот Ну короче Блин Просрала Все возможности Как обычно И теперь Не знаю Получится ли У меня Вообще Его достать Когда-нибудь Ну я думаю Что на авито Рано или поздно Выложат Но Вопрос в том Что успею ли я Купить себе Этот хайлайтер И будет ли он По адекватной цене Тоже вопрос Скорее всего Он мне не подойдет По оттенку Потому что он темноват Но блин Такой он красивый Я просто Ей не могу Паундкейк Это Худо Бьюти Пудра Лица Она у меня Тоже в проекте И как-то Достаточно быстро Заканчивается у меня Хотя здесь Вроде большой объем 20 грамм Здесь И пользуюсь Ей довольно активно Сеточку Мне пришлось порезать Чтобы Нормально набирать Этот продукт Потому что По-другому Мне неудобно Блин У меня далеко Где-то пуховка Поэтому попробую Спонжиком Себе сделать Бейкинг Но я не умею Спонжиком Делать себе Этот бейкинг Потому что Как-то я не понимаю Как это должно работать Мне кажется У меня просто Все в спонже Остается И все Но пудра хорошая Мне она нравится Блюрит поры Неплохо Так и лежит В принципе Нормально Довольна я этой пудрой Но она Вообще не бюджетная Я ее купила За 4 тысячи По-моему За 3 Не помню Короче Дорого я ее купила Достаточно В ЛДБТ В том году И вот Почти год Прошел И она у меня Уже в таком Более-менее Заканчивающемся Состоянии И конечно Дороговато Немножко Я пудру люблю Меня почему-то Тянет на пудры Вообще В целом Пробовать их Хотя для многих Это очень скучный продукт И для меня Раньше Это был Очень скучный продукт Но я поняла Что пудры Могут Очень легко Испортить Макияж Вот прям Реально Очень легко С учетом того Что у меня Всегда тональные Не очень хорошо Лежат Если еще и пудра Будет плохой И она еще Ухудшит состояние Но будет просто Отвратительно Все выглядеть Поэтому для меня Стало важным Вопрос С пудрой Если у вас Принцип Идеальный Лицо На котором Все идеально Лежит Конечно Да Тогда возможно Вам дорогие Пудры И не нужны Но когда И так Куча других Проблем Не хочется Еще пудрой Ухудшать ситуацию Поэтому Я теперь Стала запариваться Насчет пудр И я заметила Что мне подходят Какие-то дорогие Пудры Типа Худо бьюти Фэнти бьюти Вот эти две Пудры Вообще Очень хорошо Лежат Мне очень нравится Из более бюджетного Это Crystal Minerals Но оно может выбеливать И там всего 5 грамм Это не очень много И Из бюджетного Понс Но Понс Все равно похуже лежит Чем Crystal Minerals Тот же самый Но конечно Фэнти бьюти И Худо бьюти Лежат намного лучше Ну и цена у них Намного больше Так что Тут конечно Такое Такое Не очень приятно Макияжем лица Мы в принципе Заканчиваем Нужно Что-нибудь Придумать С губами С губами Я думаю Взять вот эту Штучку От Too Faced Вообще Это матовые тени Они предназначены Для век Но они застывают Просто моментально Я не понимаю Как этим пользоваться Потому что я один раз Попробовала Они супер пигментированные И Они не тушуются Практически Ну нужно Очень-очень быстро Работать Чтобы Что-то адекватное Было И за счет яркой Пигментации Тоже проблематично Растушевать Ну короче В качестве теней Я вообще не понимаю Как этим пользоваться Я пользуюсь Периодически Ими Как помадой Потому что Как помада Это наиболее Подходящий продукт Но я не понимаю Теперь подходит ли Под сегодняшний образ Такой цвет Такое ощущение Что не очень Нет Как будто бы Не очень хорошо Подошло Нужно что-то Другое Использовать Возьму Тогда От Miss Theis 765 номер Карандашик Ну на самом деле Я просто Рандомный Вытащила Теперь возьму Celebrity Skin OG Она такая Рыжеватая Тоже Помадка Добавлю Еще Отшу 48 номер Карандашик И губы У нас получились Как будто бы Все равно Не до конца Подходит Под макияж Класс Но в принципе Выглядит Вроде более Менее нейтрально Так что Ну Такой вот Макияжик Самый простой Мне кажется На каждый день Я довольна Даже вот это Рыжее слизистые Неплохо Выглядит Но Так Интересненько Во всяком случае Для продуктов Из Project Pen Я считаю Неплохо Конечно Не все было Прям совсем Из Project Pen Но Большая часть Продуктов Все-таки Была оттуда И я считаю Очень важно Использовать Всю косметику Которую У вас есть Чтобы она Не просто Так лежала Чтобы она Использовалась И получали Удовольствие От нее Потому что Это классно Вообще Косметика Нужна для того Чтобы ее использовать А не складировать И поэтому Рекомендую всем Завести такой Небольшой Project Pen Не обязательно Это снимать на видео Просто для себя Собрать какую-то Косметическую продуктов Которые вам нравятся И которые вы не хотите Чтобы они испортились Там Полноценно Ими пользоваться Я считаю Что это очень хорошая Идея И к тому же Это правда Очень интересно Насколько хватает Того или иного Продукта Тоже такое Небольшое Статистические данные Знаете Собирайте Сами для себя Вот Ну в общем Такой вот Макияжик У нас Вышел Пора Наверное Снять эту Лягушку Путешественницу И уже Распустить волосы Чтобы как-то Выглядит Посолиднее Красилась в рыже Не так давно Окрасила вот эту часть Подкрасила корни Вот этого Светлого Оттеночка У меня уже Немножко отросло Пока я Дошла до Съемок Видео Так что уже Такой не очень Свежий результат Уже подвымался И цвет И в целом Как-то стало Не так красиво Как было Но если вы подписаны На мой телеграм-канал То вы уже Видели Первоначальный результат Рыжий цвет волос Мне очень нравится Вообще Завидую людям У которых от природы Рыжий цвет волос Это просто Не знаю Как вам повезло Люди Просто завидую Черной завистью Знаете Потому что Мне вот приходит Загразиться Чтобы получить Такой классный цвет Меня это очень сильно Расстраивает Потому что я боюсь Что я и так У меня и так Три волосины На голове осталось Так еще и Потерять оставшиеся Не очень хочется Знаете Из-за постоянных Окрашиваний Но Тем не менее В рыжем цвете Я себя чувствую Максимально комфортно И мне кажется Что это тот оттенок Который мне Действительно идет В плане волос И как-то Не знаю Прям мою Ведьминскую энергию Вытягивает Из меня Короче Да Какой-то такой Макияжик у нас Получился Болталка Все не Не очень Позитивная Какая-то Все видео Ныло 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 Конец видео Аж настроение Поднялось Поныло Успокоилось И пошло дальше Как говорится Не знаю Что будет дальше С моим ютубом Потому что Сейчас у меня Особо нет времени На съемки И видео Шорсов Скорее всего Точно станет Меньше По поводу Полноценных видосов Не знаю Постараюсь Хотя бы Четыре видео В месяц Полноценных Снимать Если опять-таки Будет такая Возможность Если Будет какой-то Смысл Снимать на ютуб Я не знаю Смотрите ли вы Дальше Видосы Или нет Я смотрю Все видосы Дальше На ютубе Так же Как смотрела Раньше Потому что Блин Но ютуб Это моя жизнь Это все Мое взросление Так что Я вообще Не представляю Себе Жизни Без ютуба Вот Поэтому Продолжать Вкладывать Сюда Видосы Я буду Вопрос Рутубом Не рутубом Я пока Не знаю Я для себя Эти площадки Не рассматривала Не открывала Не смотрела Что там Как там Это все работает Обычно Это все работает Через жопу Поэтому Не знаю Пока что Я планирую Оставаться только На ютубе Возможно Если я разберусь Если у меня Хватит мозгов Начать пользоваться Тиктоком Возможно Тогда буду Шорсы еще Заливать Но я не уверена Потому что Эта платформа Как-то максимально Не для меня Но окей Может быть Попробую туда Заливать Короткие видосы Вроде туда И длинные видосы Можно уже заливать Я не знаю По-моему Я что-то такое слышала Но это нужно Прямо разбираться Что там И как работает В общем Вся актуальная информация Будет в любом случае В моем телеграм-канале Плюс Я там немножко Выкладываю Свои отрывки Из жизни В общем Любая информация Она вся в моем Телеграм-канале Плюс Я туда выкладываю Промокодики Скидки Надеюсь Что вам понравится Если вы подпишетесь Надеюсь Это видео вам понравилось Подписывайтесь На мой телеграм-канал На мой ютуб-канал Пишите комментарии И всем Хорошего дня Субтитры сделал DimaTorzok